Сегодня мы будем с вами проходить пользовательский интерфейс в Unity, освещение и инструмент Unity XR Toolkit для того, чтобы разрабатывать приложение под VR. Для начала я создам проект. Давайте начнем с освещения. Так, и... Не помню, тут небо. Освещение в Unity. Освещение в Unity. Во-первых, бывает несколько типов освещения. Прямое освещение – это когда лучи падают непосредственно на поверхности. Мы видим, какого цвета объекта за счет того, что получается один цвет, который относится к этому материалу. И мы... Нет, наоборот. Мы видим отраженный свет. Вот. Прямое попадание лучей. Если там объект красный, мы видим красный свет, потому что освещается поверхность... Ну, с прямыми лучами. А есть непрямое освещение – это когда свет отразился на поверхности другого объекта, свет рассеивается, и тени, и оттенки цветов смешиваются, и становятся мягче. Вот. Стоит отметить, что в Unity есть источники освещения разных типов, но есть общие свойства, такие как интенсивность направления и цвет освещения. Вот. Мы сейчас рассмотрим с вами разные источники освещения. Один из них – это Point Light, который позволяет освещать область во все стороны, и можно для такого источника освещения задавать радиус. Есть Spot Light или прожектор, который имеет направление, угол и радиус для освещаемой области. Можно эти параметры регулировать. Вот в слайде дальше показано, как они... Ну, такие источники освещения работают непосредственно на сцене, в чем разница их видно. Вот. И далее есть еще два типа источников освещения, как Directional Light и Area Light. Directional Light – это моё освещение. Directional Light – позиция объекта, такого источника освещения, не влияет на самоосвещение. Влияет там направление вращения. Позиция не влияет. Вот. Солнце чаще всего делают... Ну, для реализации солнца чаще всего используют Directional Light. И когда вы создаете пустую сцену в Unity, у вас по-моучению на сцене есть два объекта – Main Camera и вот как раз Directional Light. Area Light – это прямоугольные формы источника освещения, которые позволяют делать светящийся объект. Например, вы хотите сделать, чтобы телевизор светился в темноте, пока он показывает, и надо же отразить какое-то свечение на пол, на соседние объекты. Вот. И вот это освещение можно создать через Area Light. У вас просто Discord. У меня? Да. Если у нас есть Unity, то мы не смотрим. Так, а презентацию вы видите? Нет. Нет. А вы сейчас ничего не видите? Подождите. А, только Discord. Вот так. Изменить. А, да, экран. Окей, да. Давайте подкачусь. На... На сюда. Ага, вот. Прямой Direct. Так, включать. Прямой Directional Light и Area Light. Area Light – это вот свечение. Ну, если хотите сделать свечение экрана, например. Вот. И на сверку влияет, ну, попадает какое-то освещение. И вот Point Light и Spot Light – то, как они работают. И Point Light есть. Ну, во все стороны освещение происходит. Spot Light, ну, он имеет управление. Радиус и угол для освещаемой области. Так, как использовать освещение? Есть вот в окне сцена такая кнопочка с солнышком, которая позволяет... А, нет, это старый скрин. Сейчас, сейчас там лампочка, он... Да, сейчас лампочка нарисована для того, чтобы включить освещение на сцене. Вот. И чтобы создать там источник освещения на сцене, в герархии, в правой кнопке мыши, где там Create Object, Game Object, Light, категория объектов, и, например, Point Light. И так у вас создатся точный источник освещения. Расположить на сцене при помощи Dism, которые мы до этого использовали, включение освещения и Auto Generate Lighting Setting. Давайте я прямо сразу буду показывать, потому что... Ну, чтобы вы видели разницу, разницу, как эта кнопка работает, и так по-разниски. Хочу... Нет, надо мне... Вот, наверное, там... Так, давайте, пока я дальше пойду. Light Placing. Как размещать объекты освещения на сцене, точно так же, как и все остальные объекты. За счет вот этих визм, тяните там застрелочки, можете координаты задавать. И, как я ранее сказала, Directional Light может испугаться в любом месте, так как позиция не влияет на результат освещения, а влияет только направлением. Spotlight влияет направление и позиция. Вот. Ну, поэтому здесь и не надо было сказать, что здесь нет. Вот. И используйте световые дизмы для того, чтобы изменить как-то свет. Дизмы света, это вот желтым контуром здесь показано, можно изменить радиус, там, длину, направление... Нет, направление нельзя, по-моему. Нет, нельзя. Можно изменить радиус угол, длину, дальность освещения. Вот. У меня открылся Unity. Вот мой Directional Light. И, в принципе, можно повращать Directional Light. У вас, по идее, должно меняться освещение. Какой-то у нас там может настыкнуть. Так, вернула. Здесь лампочка. Вот. Не сильно заметно, что сейчас освещение выключено. Давайте добавим несколько объектов, чтобы наглядно это видно было. Передообжик, пункт. Вот цвет можно повыше поставить. Вот это выключено освещение. Вот это включенное. Но здесь все мрачное, потому что... Потому что у нас не сгенерирован... У нас источник освещения в Realtime, но не включена автоматическая генерация освещения. Поэтому давайте вот так в Realtime. И свет... Ну, у нас осталось светло. Теперь, если выключить лапочку, у нас просто... Ну, выглядит следующий образ. Вот. Так свет включен. Так, гизмы. Гизмы. У солнца нет гизм таких, которые относятся к свету. Свету. Light. Point slide. Вот point slide. Показан лапочкой. Давайте direction я выпечу. Point slide вот светит. По все стороны. Можно изменить радиус. Можно изменить интенсивность. Свечение. Оттенок свечения. И это сейчас в темноте. Включаем direction light. Ничего не видно. Можно интенсивно сделать. Больше. Не, все равно не видно. Можно вернуть в солнце. Просто direction light светит гораздо ярче. Вот. Ну, примерно так это работает. Дальше. Дальше. Light моды. Какие есть режимы освещения? У светового, у компонента light. У нас, ну, когда мы создаем какой-то источник освещения, у нас на геймобжеке появляется компонент light. Мы, в принципе, можем создать пустой объект, добавить компонент light. Это будет наше источник освещения. Ну, здесь выбирается источник освещения. Вот. И... И важно отметить, что есть освещение запеченное бы, реал-тайм освещение, когда оно рассчитывается в каждый кадр. Микс освещение – это смешанное. Там используются два подхода. Частично не показывается, частично. А в реал-тайме, как правило, микс-лайд-мод, он более ресурсо-емкий. Теперь давайте поговорим про каждый из них по отдельности, рассмотрим вообще. Вот. И реал-тайм-мод. Во-первых, ну, реал-тайм-ран-тайм. Ран-тайм, ну, происходит реал-тайм-освещение, ну, все расчеты происходят при отрисовке каждого кадра. Полезно для теней подвижной геометрии. Например, если вы там делаете персонажа, он там входит, и тень от персонажа падает. Понятно, что тень нужно рассчитывать в каждом кадре. Возвлекательно. Такой свет было бы не очень хорошо. Поведение. На расстоянии меньше, чем шэдоу-дистанц. Шэдоу-дистанц – это параметр, который в Юнити можно настроить, расстояние на котором… Так, максимальное расстояние, на котором перестает отображаться тени от реал-тайм-освещения. Если мы сильно близко подойдем к объекту, ближе, чем… Ну, там, условно 150 метров, мы на расстоянии ближе, чем 150 метров, у нас тени рисуются. Если мы становимся дальше, чем на расстоянии 150 метров, тени перестают отображаться. Это просто для того, чтобы не нагружать ваш компьютер, пока вы работаете на сцене, когда вы там далеко от каких-то объектов выходит. Ну, и реал-тайм-освещения – это только прямое освещение. Ограничение ресурсоемки нереалистично, просто потому что тени, они, ну, однотонные, черные, серые, и потому что это прямое освещение. Мы больше погружаемся, больше реализма получается, когда есть непрямое освещение. И что касается бейк-мода, во-первых, данные освещения сохраняются на диск для того, чтобы каждый кадр не производить вычисления. Сохраняется на диск текстуру, которая называется там light map. Есть еще объект light-пробы, которые мы позже рассмотрим. Ну, давайте сейчас поговорим про light map. Вот на слайде показан пример light map с запеченной текстурой света для, ну, вот данной сцены, где у вас зеленая капсула, красная сфера. Ограничения. Какие недостатки в таком подходе? Невозможно изменить фронтаймик. Если у вас персонаж там будет ходить, для него бейк-освещение не подойдет. Вам юнити не разрешит, потому что у вас объект будет динамический, а бейк-мод не выпекает там только те объекты, которые статически помечены. Вот, статически вы не сможете изменить на сцене, в трео-таймик. Не способствует зеркальному отражению. Почему? Потому что, опять же, персонаж может где-то мимо проходить, и мы не можем отразить на объекте то, что происходит, то, что движется независимо от текущих объектов. Ответственность зеркального отражения не работает. Динамические объекты не отбрасывают тени, не получают свет от бейк-лайт. Если ваш персонаж проходит мимо, дерево, которое, текстура которого запечена, тень от этого дерева не будет падать на персонажа. А вам хочется, чтобы тень там падала. Вам хочется, чтобы, когда ваш персонаж ходит там под красной пазмой, чтобы на персонажа отбрасывал все красные тени. Вот. И вот это все ограничения запеченного света, бейк-лайт-мода. Мы его используем для степических объектов. Например, там какое-то здание стоит, которое гарантированно не будет перемещаться. Вот. Но что делать, чтобы, когда машина проезжала мимо здания, чтобы тень падала корректно на динамический объект, который изменяется в процессе выполнения вашего приложения, для этого придумали лайт-мап. Вот. И мы их сегодня тоже рассмотрим, но чуть позже. Лайт-мап. Информатор обосвечения сохраняется в текстуру. Вот так выглядят лайт-мапы. Здесь разворачиваются, ну, получается, разворачиваются ваши статистические объекты, и вот эта текстура соответствует там разверткам моделей, но здесь может быть несколько объектов будет скомпонованных в одну текстуру. Вот. И лайт-фога. Это имитация динамического освещения. Если у вас падает свет, статический, например, крит-фонарик, а объект динамический, который проходит мимо, хочется, чтобы динамический объект освещался тем цветом, той интенсивностью, которая издает эстетический источник освещения. И чтобы чтобы вот этот свет статический применит на динамическом объекте используются лайт-пробы, это визуально напоминает граф с узлами. В узлах концентрируется цвет, интенсивность, и вот в этих узлах прям сохраняется информация об освещении, астетический. Когда объект проходит мимо, ну, вот, пересекая этот граф или возле какого-то узла, эта лайт-проба динамически освещает динамический объект. Она применяет весь источник освещения. Мы сейчас на практике это посмотрим. Вот. И лайт-мод-микс, динамические тени, ну, это уже режим не запечен, это запеченный плюс real-time. Динамические тени плюс запеченное освещение. Прямое real-time, непрямое bake. То есть, компонуется и то, и другое. Это тоже можно настроить в настройках освещения в lighting-мод, где-то здесь mix lighting. Вот. И ограничения у такого подхода в том, что вычисление больше, чем run-time, и памяти больше, чем быть, потому что приходится использовать два подхода, и в результате получается, что такой подход гораздо требовательный есть. Вот. И еще хочется сказать про cookies. Вообще, оригинальное название было Q-Colorist, но из-за схожести с названием cookies стали назвать cookies. Вот. разработчики там используют этот термин. Что такое cookies? Кукис, это тени в театрах, а cookies, соответственно, это имитация таких теней от огромных объектов, которых в принципе не существует, но хочется добавить какой-то атмосферности для того, чтобы когда вы в частности в VR проходили какой-то уровень, чтобы больше повреждения было, вам нужно имитировать тени от объектов, которые возможно не существуют, потому что достаточно тени для большего погружения. Вот. И cookies работают для, во-первых, спотлайта и для direction light. Кукис должны быть, они требуют текстуру сальфа-каналом. Вот. Тип текстуры можно указать в настройках импорта. текстуры в текстуре в текстуре указывать путь и тип источника освещения, для которого он будет применен. Также хочется сказать сегодня про эмишн материал, который позволяет делать освещающий ну светящийся материал. Но важно отметить, что такое свечение также влияет только на статические объекты на сцене. Эмишн это свойство шейдера, можно задать свет, можно добавить текстуру, вот, ну если есть, можно ограничить только светом, если вам этого будет достаточно. Далее ambient light или окрывающий свет, который не исходит от непредного объекта. Если его нет, то ваша сцена окружается следующим образом. Объектов не видно, даже если скайбокс там свет. Если я не знаю, что существует, то мы видим объекты хоть немного, потому что у нас есть внешнее освещение под окружение. И потом есть два задания. Давайте я потом вернусь. Давайте посмотрим на практике подробно динамическое освещение. Во-первых, у нас несколько точек освещения, чтобы было видео. У нас сейчас point light. Дам еще point light. вот есть точек point light. Кого еще нет? Light или light. Это прям прямоугольная область, в которой есть направление, куда светить. Сейчас направление направлено вниз. Этот источник освещения направлен вниз. Давайте дадим ему R10. И он baked only. Baked only. И добавим несколько объектов. сверху. Кубок CW. И красный источник освещения. слайд. Реал тайм. Спот. Орэнч. цветок мы сделаем зеленым и area light мы сделаем синим цветом он не освещается сейчас потому что у нас нет запеченного света во-первых и объект которого он освещает тоже должен быть давайте и сделаю один один куб статического цены будут динамически того чтобы продемонстрируйте что area light работает непосредственно с так вот этот объект будет статический вы меня видите уже after generate lighting бейкинг происходит пушка происходит запекание обычно длится какое-то продолжительное время но и чем больше тысяч объектов кусочков включения тем больше будет производиться вычисления сохранения в текстуру в их light maps вот это light map с моим кубом пока плохо и здесь видна развертая самого куба видно что этот источник освещения влияет на динамический да объект просто не помечен статически вот он у меня на сцене не изменяет положение но он не помечен статическим это значит что мы не гарантируем что этот объект будет всегда в том положении в котором он находится соответственно у него источник света не влияет так теперь это то же самое будет со спутлайтом и спутлайтом если их запечь ой если их делать статическими и нам вот нужно будет сделать статические лэнсом опять происходит запекание происходит в ланте здесь добавится добавила вот разводка с плейном так и знаете что я не сделала вот здесь мод можно сделать тоже и и у вот лайк и делаем теперь он запекается чтобы опыта видим что есть оттенки синего источника синего появилась потому что у нас плей стал статическим объектом вот теперь давайте вот этот куб у нас меняется но на него источник освещения никак не влияет давайте сделаем чтобы он вращался из подхода он каждую пару вам дело надо перемещать так чтобы выводить на меня здесь давайте сейчас поймем и и и мы делаем translate, и по х будем изменять положение. Давайте посмотрим координаты. Сначала у нас здесь, например, 473 и, короче, от минус 10t. И давайте повращаем тоже, наверное, да, transform, rotate, y, 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 y. Тайм дельфа тайм. Верку тоже нам помножить на 10 минуты. Так, тогда тоже 10 есть. Тайм дельфа тайм – это где-то на целых 0,09. Давайте посмотрим, как это работает. Пока-никак, надо ротерить переменовать куб и навесить на наш куб, который здесь будет. Он динамический. Динамический он будет вращаться и перемещаться. Давайте камеру вот так разместим. Камера. И, по-моему, очень быстро. Давайте перейдем. Камера. Так. Как-то. Так. Так, я хотела в локальной сессии обращать, а он в итоге. Ладно. Давайте подключение. Ставим, белька, ставим. Так. На стриме звук пропал. На стриме... Меня сейчас слышно? Алло. Раз, раз. Алло. Алло. Сейчас слышно? Не слышно. А меня давно не слышно было? Ну, секунд 30. Вот, когда открыли Visual Studio, все. Заблох. Так, объект у нас перемещается медленно. Источник света не 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 освещает подвижный кутер. Все источники света сейчас у нас статичны. Мне хочется, чтобы свет попадал. Ставайте, вероник ярче. Но он перезапекать здесь меньше. Я создам лайк-пробу. Лайк-проб-групп. Сейчас, давайте я включу пока N-Auto-Generate. Зеленый слишком яркий. А, там радиус большой. Давайте радиус. Ну, не знаю. Я не знаю. Здесь я вам, чтобы мне на 1-м не было. И куб не смотрел. Видите, я выделила куб, и лайк-пробу у меня подсветилось. Узел 1. Это тот узел, который будет хранить информацию о статическом освещении, когда куб будет проходить. От этого угла будет исходить освещение. Этот узел будет освещать динамический куб, который будет помещаться. Вот. Один раз сгенерировал. Потому что зеленый слишком яркий был. Light-проб-групп. Открываем спектр. Здесь видите компонент Light-проб-групп У меня показались все узлы, которые относятся к этому Light-проб-группе. Я могу объект повыше переместить. Так. Перед. Можно добавить еще Light-проб. Вот отдельный узел. Он автоматически будет соединять. Можно выделить Light-проб. Все узлы. Дубликать Selected. И потом вы можете просто брать и перемещать эту Эти дублированные узлы. Можно выделить отдельные узлы с Shift-ом. Дубликать Selected. Это выглядит следующим образом. Так. Теперь, когда я буду мимо проносить куб, у вас будут подсвечиваться Light-пробы. Да, кстати, еще не все подсвечиваются. Я скранирую. Давайте запекать. Запекать свет, потому что первое пробу тоже нужно запечь. Теперь давайте перемещать куб. И, ну, бывает пробу, в которой свет запекся, они работают. Видно, что сейчас на куб падает зеленая устойчивость. На красный не так сильно, но вообще тоже не заметно. Давайте сделаем его. Сейчас. Да, он еще здесь на праздник. Хочется... Так. Если чтобы у меня было автогенерирует то при каждом перемещении у меня была попытка вот видно что стал красным и зеленым синим он наверное слегка будет отдавать ну что ну вот есть лайт-пробы которая отдадет но чем дальше тем хуже хотя мы становимся ближе к тому источнику освещения который который является источником вот этого синего но мы зависим сейчас от лайт-пробы поэтому когда вы будете делать объект проходящего мимо источника освещения вам необходимо будет использовать лайт-пробы вот это решение так это по лайт пробам я рассказала из точки теперь миши материал миши и миши давайте откроем его и здесь есть вот мишин мишин галочка может сюда освещение если она есть у меня сейчас нет ничего вот можно дать свет который чтобы у вас светился ваш объект и помните что это будет работать для для статических источников а вот здесь есть а вот здесь есть мишин галочка Вот он сам розовый, а мы хотим, чтобы он еще не других объект, он сам розовый, он освещает статические объекты, статический объект у нас вот этот куб и сам плейн. Теперь, сейчас запечется, давайте поставлю вот сюда, где... Ну, видно, что розовый цвет влияет только на статический куб, на тот куб, который не помечен, статический. Ой, здесь розоватый оттенок есть, но он от синего куба от другого. Не от Mission Material, а просто от других соседних объектов. Вот, но от самого него нет. Вот, и это что касается Mission Material. Так, здесь я вроде все рассказала. И еще есть cookies. Давайте про cookies. У меня, наверное, текстуры не осталось. Вот, но вы можете открыть в Unity, там cookies, официальную документацию. Там есть пример текстуры, я ее просто сейчас скачаю. for one. — То есть cookies. Ты чё? Угу. Угу. пути выбираем что это у нас почти штаб это куки лайфтап-тайп-тайп-спот-лайн ну допустим и альфа из транспорта транспорта так теперь мы хотим взять под файл давайте давайте перечну подписичку питает и Вы видите вот эту тень, которая глобальная тень, хотя объекта у вас нет. Вы можете делать сцену с темным лесом, чтобы падали тени в дрейвер, и это очень эффектно смотрится. Выписайся. Один, два, три. Спотлайт. Давайте я создам новый. Прям вот эту штуку. И сюда добавлю пути. Надо... Так, а у меня здесь спотлайт был. Окей, ладно. Это я на direction light добавлю. Пути. Спотлайт. Я хотела еще... А, все, я вспомнил. Короче, вот когда вы на спотлайт назначаете куки. И здесь спотлайт, тогда он отображается... Ну вот, одним. Сейчас давайте его из direction light. Тогда для direction light он тайлится. Там вот это с куки. И можно вот так вот... На куки перемещение влияет. Вот, примерно... Так. Это то, что я хотела рассказать по освещению. По мишенке, вроде, все сказала. Так, источник освещения, area light. Рассказала, есть ли какие-то здесь вопросы. Ну, смотрите. Домашнее здание по источнику там освещения будет... Так. Ну, оно у меня есть на свайде представлено. Но я хочу еще лучше структурировать материал. Вот. Нужно будет создать сцену-улицу. Найти модели из свободного доступа, которые... Дорога, фонари, дома, машины. Написать player-контроллер для автомобиля. Управление должно быть под встретиваться. Это пока без PR. Вот. Со временем должно изменяться день-ночь. Ну, освещение. Ночное на ночное, ночное на дневное. Уличные фонари должны будут включаться в ночное время суток автоматически. Причем уличные фонари, они должны будут стоять возле дорог. То есть, свет от уличных фонарей, он падает на дорогу и он может падать на близлежащие дома. Соответственно, источник освещения от уличных фонарей должен быть статичным в ночное время суток. Но при проезде машины под уличным фонарем, освещение от статических фонарей должно падать на автомобиль. Светящиеся вывески с Emission Material тоже я подробнее опишу, но должна быть прям афиша, прям какая-то картинка афиши или вывески, чтобы с картинкой было. И эта картинка по ночам должна освещаться. Помните, что Emission Material освещает именно статический объект. Свет передних и задних фар машины. Передние фары направлены слегка вниз, это значит там лучше использовать Spotlight, как направлены. Задние фары другого цвета, красного, они тоже дорогу могут освещать слегка. Но там нет, там не Spotlight, там можно Aerial Light использовать, можно Emission Material. Вот. Кукис для тени, ну можно кстати Point Light, будет небольшое освещение, небольшой радиус. Вот. Кукис для тени, который падает на плеера, на автомобиле, которым вы управляете. В принципе, ну да, на плеер, которым вы управляете. И ссылку на commit нужно будет отправить в Pets. А в качестве среды разработки выбирать answer text. Вот. Я сегодня опубликую задачу, она уже есть, я просто вам, ну, опубликую ее. Вот. Вот такие референсы нашла, просто как выглядит там ночное освещение. Светятся разные источники освещения, кроме Directional Light. Вот. Презентажку я тоже могу скинуть. Хотя я видео тоже вам скину. Но это что касается освещения. Есть какие-то вопросы по заданию? Если нет вопросов, давайте пойдем дальше. Спасибо за подписи. С вами был. До свидания.